добрый вечер дорогие друзья с вами канал 1 австралия и я александр петров вот хочу вам показать одну вещь которой я наверно начну свой рассказ о бизнесе в австралии возможности вот смотрите на это видите это ракушка улитки а теперь давайте расскажу вам одну интересную вещь виноградная улитка это большой паразит здесь если честно иногда были случаи когда собирали ну наверное по треть ведра этих виноградных улиток потому что они реально вредят растениям но при этом бюджина виноградных улиток приготовленная выращенные приготовленные подобающим образом кстати очень несложно стоит порядка 20 по моему долларов хорошие рестораны безусловно дорогие но 20 баксов ребята это выращиваются они достаточно быстро то есть улитка вот такого размера это товарный размер правда я знаю что кстати в россии это развито вы будете смеяться в россии это развито и я знаю что там доходят ну реально до кулака я думаю причина такой мелкости здешней улитки в том что ну товарные товарные еще и там передерживать вот может быть какие-то вкусовые качества не знаю пробовали это ресторан гильотина если кого-то интересует и кто-то в седнее находится можете посмотреть это ресторан гильотина находится вот прямо напротив кингслон института который на кент-стрит и там в этом ресторане кстати классное пиво свое ну кто-то его варят наверно она восьмипроцентная но пьется очень легко но правда косеешь да от него и вот эти вот даже гильотина французский ресторан правильно очень хорошая кухня и вот там готовят именно таких виноградных улиток я скажу так они приятно такие на вкус но не сказать что прям что-то очень такое очень популярны очень многие люди берут вот соответственно это мог бы быть бизнес выращивать их их на хороших участках причем эти участки действительности не требуют каких-то особых прям почт и более того это может быть как бы побочным бизнесом то или основным но побочным будет допустим выращивание каких-то тоже сам винограда допустим еще чего-то то есть в принципе это как бизнес я вам скажу так в любой другой стране кроме австралии за это бы ухватились и это бы делали почему этого не делают в австралии я вам это все расскажу чтобы у вас было понятно культура этого народа бизнес культура и те возможности которые в принципе у вас предоставляются на примере который ну просто я увидел сейчас вот этот вот скелет этой улитки эту этот панцирь да сразу вспомнил об этом я думаю что это ниша достаточно большая опять-таки вот смотрите можно продавать раков раки здесь очень дорогие я как бы перепрыгнул на другую тему я думаю что с улитками все понятно вот давайте на раков здесь очень принято строить строить дамбы а такие на своих участках специально под склон делается водохранилище такое и это водохранилище делаются такие направляющих только чтобы она наполнялась дождевой водой они бывают глубокие больше десяти метров но по крайней мере у плотинки вот соответственно вы можете заниматься строительством этих плотинок причем их делать так чтобы в районе дамбы у вас была очень такая хитрая конструкция из керамических трубочек вот можно использовать обломки трубы принципе легче просто просто делать это укрытие для рака скажем так и соответственно заводить рака они отлично там живут раки и их очень много и вы можете потом оптом оплавливать этих раков ну там так покупать владельцам по большому счету многие бы за то что вы такой классный парень вам просто бы ну за то что они сами этим могут пользоваться не позволяли бы вам брать этого рака в любых количествах вот и все вот вам еще один бизнес давайте скажем честно килограмм рака стоит по моему чудо от 15 до 25 долларов или даже уже больше это алексей чекунов у нас просить он все дело знает а так типа 20 25 реально набирать с одной плотинки можно ну по мешку вот вам и бизнес кроме того что вы предположим делаете человеку эти плотинки вы можете жить в какой-то местности да даже в том же самом винзоре иметь трактор или какая там техника обычно небольшой трактор он принципе вправляется с работы по постройки небольших таких плотинок но естественно если это большие то надо брать субконтракт то есть брать большую машину вот она сделает основное тело плотины а соответственно вы потом уже со своей машинкой там и ковш есть и маленький экскаватор тут уже набор ковшей грубо говоря вот и вы можете можете брать основную работу она очень хорошо оплачивается не сказать что там прям какая-то очень сложная просто конечно надо знать как это делается а потом 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 вы можете вот еще и на раках подрабатывать я вам серьезно скажу зарачить участок достаточно не сложно другое дело чтобы было достаточно много товарного рака но вам это уже не является какой-то обязательный там прям вот чтобы этих раков было там по по 10 мешков с каждой плотины нет у вас дополнительный доход фан в конце концов конце концов сами того рака есть правильно я думаю что таких возможностей в той же самой россии гораздо меньше желающих конкурентов желающих этим заниматься тоже больше как и собственно говоря улитками о чем это говорит это говорит о том что австралия это страна которая полна возможностей лишь бы вы хотели работать вот здесь главное лишь бы вы хотели работать то что с одной стороны австралийцы просто не хотят работать они хотят то вы мне чего не говорил основная масса австралийцев по нашим меркам или по меркам китайцев допустим они просто тупо лентяи и контакт не очень умными большая часть населения вот но они не очень предприимчивые скажем так но проблема в том что мы сами оба страли им ся становимся ленивыми нам тоже хочется легкой жизни но это уже другой вариант вы меня спрашивали о возможности бизнес я вам рассказал два таких но полу забавно это вполне реальные возможности которые но поверьте мне ну просто посмотрите тот же самый веб-сайт гильотины смотрите там ценники какие-то товары что почем хороший ресторанчик отношения обалденная к людям просто клиентом на первом месте вот чистенько красиво очень оригинально очень вкусно все вот что касается того же самого рака наши ребята могут вам точно не дать соврать хорошего рака ну сам ты конечно можно ловить это не так это все легко купить где-то ну крайне сложно и раньше его было больше я стала намного меньше почему-то не знаю почему вот такие есть на на первый взгляд такие простейшие возможности таких возможностей тысячи это к словам кости о том что просто надо искать возможности для зарабатывания денег это абсолютная правда их много просто не надо лениться хочешь работать будешь работать и будешь зарабатывать деньги